Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую всех на Интерстриме Инвесторов Ютрейд ТВ. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем эфир передачи «Инвестиционные идеи» за сегодня, 20 мая 2021 года. Через 10 дней, друзья, лето, ура, ура, совсем скоро. Но у Москвы уже тепло, я думаю, у вас тоже уже тепло, так что есть чему порадоваться. Итак, давайте, друзья, посмотрим, что у нас сегодня на графиках. Технический анализ, затем фундаментальный, затем примем решение о порядке работы сегодня. Итак, друзья, евро-доллар. Вчера в течение дня, конечно, всех потрясло, большое событие, друзья. Резкое падение криптовалют. Но биткоин упал с 40 до 30 на 25 процентов, просел. Потом вернулся, сейчас опять 40. Но все равно посносили людей новые. Этот бардачок всех встревожил, и доллар немножко в себя пришел, укрепился. Но сейчас опять все успокоилось, биток вернулся, ситуация стабилизировалась. Причин многое называется. Я думаю, чистая манипуляция, ничего тут подумывать не надо. Что сегодня, коллеги? Сегодня четверг, день продолжения тренда. Вчерашний день был исключением. Это совершенно очевидно. Такого, я уж надеюсь, не каждую среду будут делать. Поэтому еврика я вижу наверх. Обострений никаких нет. Везде идут переговоры. Учения НАТО вообще замалчивают. Хотя там оттуда пробиваются разные слухи по скоростепенным СМИ, обычно связанным с вооруженными силами. Но поскольку в СНН Блунберг ничего не объявили, то и я не искну ничего говорить. Хотя оттуда есть новости, которые можно считать обостряющими. Но их не публикуют, их не мультиплицируют, в общественное сознание не внедряют. Поэтому да, сегодня, можно сказать, будет тихий, спокойный день. Пока, во всяком случае, евро наверх, текущий 1.21.95, цель 1.22.23, практически 30 пипсов. Можно еще заходить. Фунт, друзья, та же история, только просел гораздо глубже. Этот инструмент пробили вниз уровень 1.4141. Теперь идет ретест. Я думаю, что тоже пойдет. Но здесь сложнее, здесь сильная зона сопротивления начинается скоро. Я бы лучше в евро заходил, скажу вам откровенно. Здесь риск есть, что мы застрянем. Но можем и пролететь 30 пипсов наверх. Кто склонен к большему риску, для того покупка фунта основная идея. Цель та же, 30 пипсов наверх. Доллар, японская иена. То же самое в обратную сторону. Вот доллар, иену можно вполне себе, мне кажется, продавать и ловить те же 30 пипсов. Стратегическая цель известна. 108.59. От текущих это 45 пипсов. Ну, замечательно. Доллар, швейцарский франк. Отбился вчера тоже. Сегодня пытается снизиться, но как-то не уверенно, вы знаете. Я бы пока доллар-франк не трогал. Хочется сказать, продавайте как всех, но нет. Он с утра даже попытался пробиться наверх. Сейчас стоит практически на открытии. Нет, здесь доллар чувствует себя получше. Не надо нарываться. Доллар-канадец, друзья, пробил наверх, вроде бы показывает ретест. Я уже ни во что не верю. Продавайте доллар-канадца. Вот кому хочется продать что-то, доллар-канадец вполне себе интересен. И цель 1.2011. Австралийский доллар. Тоже посмотрите, как вчера мощно он провалился. И ударился ровно в поддержку 0.77-0.9. Вот есть технический анализ или нет, но ударились ровно в ту линию, которая была прочерчена давно. Что теперь? А теперь наверх. Верил ли я 30 пипсов от текущих? Вполне. Вполне. Доллар-турецкая лира. Вот тоже индикатор, что доллар просаживается по турецкой лире сегодня. Это показатель тревожный для доллара. Да. И доллар-лира стремится на 8.3086. DAX, германский фондовый индекс, стоит посреди вчерашнего торгового диапазона на открытие-закрытие. Давайте посмотрим, куда он выйдет. Хочется сказать все наверх, но что-то все стоит. Доллар, сори. Американский фондовый индекс, фьючерс на индекс S&P 500. Хочется сказать наверх, но все стоит на открытии. 4 110. Наблюдаем. Золото. Смотрите, как узко. Идем третий день подряд. Тоже хочется сказать все наверх, но стоим. После этой двойной вершины давно уже все пробили. Мне кажется, давно пора вниз. Пока доллар такой лежачий, больной, скажем так. Это такая самая трагичная в больнице, лежачий, больной. То и все будут по нему топтаться. Это естественно. Но в данном случае золото я бы не трогал. Уже очень узко. Серебро. Серебро вчера провалилось вместе со всеми. Золото вчера в плюсе удержалось. Посмотрите. Серебро не удержалось, провалилось. Сможет ли обидеться сегодня? Тоже непонятно, коллеги. Нефтюшка вчера вниз, сегодня ретест. Жду вниз. Доллар вниз продавайте. Все по технике. Пробой, ретест и вниз. Значит, бренд. Бренд не пробил. Бренд не пробил. Здесь больше шансов на рост, друзья. Конечно, продавать WTI и покупать бренд было бы странным. Поэтому определитесь для себя, во что вы больше верите. В рост бренда или в снижение WTI. Я больше в снижении WTI. Доллар, китайский юан. Лезет второй день подряд. Не хочет падать. Смотрите. Вот это интересно. И доллар, рубль давайте смотреть в минусе. Но поддержку еще не пробил. Не закрепился ниже. Хочется сказать вниз. Доллар, рубль вниз. Но непонятно. Непонятно. Я бы остался верен теме покупки евро-доллара. Как наиболее такой стабильной. И во всяком случае, на мой взгляд, наименее рискованному инструменту. Стабильной паре и наименее рискованному инструменту, на мой взгляд, сегодня. Далее, друзья. Джеймс Бонд пишет. Шалом от меня и кота Барсика. По евробаксу все тоскливо. Пока недельный таймфрейм не откорректируется. Вниз не пойдем. Что значит, откорректируется? Вы нам напишите, с какой точки пойдем вниз. Вот, Джеймс Бонд любит нас запутать. Или то ли кот Барсик как-то непонятно объясняет. То ли Джеймс Бонд как-то хочет нас запутать. Далее, друзья. Давайте посмотрим глобальные новости, фундаментальные факторы. Вы знаете, новостей нет. Еще раз говорю, что темы, которые будут обсуждались на прошлой неделе, в начале этой недели, это, естественно, учения в Восточной Европе и противоречия между, будем мягко говорить, дипломатически, между Израилем и арабскими странами ушли на второй план. Их сейчас нет в моменте. Что касается других, тем больше всего удивил Тони Робинс, известный мотивационный спикер. Сказал, что миллениалам придется забыть о мечте сделать карьеру, работая в одной и той же профессии всю жизнь. Он говорит, что сейчас иллюзией является стабильная занятость, пенсия и отпуск. О, друзья. Я с ним, кстати, согласен. Очень все меняется на глазах. Российские новости, друзья. Усиливается противостояние между двумя биржами. Большая статья в «Эксперте». Московская и Санкт-Петербургской площадки как бы уже борются за клиента. И вот интересная новость. Собственно, я не буду всю статью пересказывать, естественно. Есть много моментов. Но интересная новость. В плане развития привлекательности московская биржа запустила новую маркетинговую программу. В рамках программы брокерам вернут часть взимаемой комиссии. Это называется «рибейтинг». Ну, то есть «скидкой» по-английски. Ну, я хочу сказать, что если брокер будет получать «рибейт», то вы уже сейчас должны со всеми брокерами, кто торгует на Московской, кто дает доступ на московскую биржу, поговорить на эту тему. Пацаны, у вас «рибейт», а мне долю успеха нет? Намекните так тонко. Далее, друзья, выступил замглавы Совета Безопасности Дмитрий Анатольевич Медведев. Сказал, что вакцинация может и тогда быть обязательной в интересах государства. Да кто бы сомневался. Оно все новости одинаково идут. Выступил, значит, директор Федеральной службы исполнения наказания в СИН Александр Калашников. Сказал, что предложил активно использовать заключенных вместо трудовых мигрантов. Ну, вы знаете, многие мигранты уехали. Вот он говорит, можно заменить трудовых мигрантов заключенными. Где-то я это уже слышал. Дума уже сточила правила цитирования журналистами других СМИ. В третьем чтении прошел законопроект, согласно которому с этого момента журналисты будут нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других СМИ, если их главных редакторов нельзя установить и привлечь к ответственности. Сейчас, прежде чем газету какую-то процитировать, надо посмотреть, а главный редактор вообще на месте. Нет? Далее, друзья. Ну что, криптовалюта. Криптовалюта, биткоин, конечно, в центре внимания. Давайте. Это фундаментальный фактор, друзья. Вот. А я, кстати, не пойму. На разных площадках, получается, было разное движение вниз вчера, да? Сейчас, одну секундочку, я выведу тот, на который я смотрел график. А тут что-то непоняточка какая-то. Мы уже там все скорректировали, а я всем рассказываю, что такая история была вчера. Нет. Нет. Тот график, который я смотрел, остается. Давайте мы его посмотрим. Значит, биткоин, вчера, напомню, очень удивил, днем, без объявления всяких войн, провалился с уровня 40 до уровня 30 тысяч долларов за один биткоин. Давайте включим часовой график. Да хотя не надо, там в середине дня это случилось. Вернулись. Сейчас вернулись на 40. Но понятно, что здесь вынесли 10 тысяч долларов за один день вниз, потом наверх, то есть 25% вниз, потом наверх. Это, конечно, очень тревожно. Это такой становится очень токсичный инструмент. Ясно, что Форекс клиентов, которые торговали CFD и стояли в ланге, тем более с плечами, вынесли сразу. Вот это понятно, да? Ну и те, кто просто торгует, конечно, испытали шок, потому что у них на глазах на 25% депозит упал. У кого-то, я уверен, не выдержали нервы. Начали продавать где-нибудь на 35-33, поскольку было непонятно, куда это все летит и на чем, так сказать, остановится. Ну вот к 40 вернулись. Теперь, конечно, с интересом наблюдаем. А что дальше? Вот здесь 30 на этой площадке мы видим, да? На других площадках мы видим лой. Даже сегодня уже 35. Ну, в общем, я хочу сказать, криптовалюты, они еще те, так сказать, в плане торговли. На финале вот упало. Это я смотрю, на финале до 30. Ну и было сообщение в СМИ, что до 30 упало. А на... Это кто у нас? Сейчас я посмотрю. Это у нас... Битфинекс, да? Было только 36. В общем, торговать криптой, я хочу сказать, с каждым днем все сложнее и сложнее. Энни пишет, на золоте вчера тоже было весело. Да вчера, конечно, потому что, когда провалился биток, все, естественно, задумывались, а что случилось-то? Что произошло? И я думаю, что это качнуло многие инструменты. Вот. Поэтому внимательнее с биткоином, с криптой. Вот это вот он себя показал в полной мере. Все, друзья. Двигаемся с вами дальше. Дальше. Подводим итоги. Монета у нас... Давайте спросим, вчера она что показывала? Селл показывала она по... Селл, селл, селл. По нефтюшке WTI. Селл состоялся. Ставим ей плюсик. Вот. Сегодня спрашиваем, естественно, тот же вопрос. WTI вверх или вниз? Две стороны у монеты, байт и селл. Бросаем, волнуемся, смотрим. И видим селл. Макроэкономика сегодняшнего дня. Праздников нет, друзья. Все на работе сегодня. Все в строю. Смотрим спикеров, действия центробанков. Вот в 15.00 председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью. Может она качнуть, конечно, рынки. Прежде всего, евро, доллар. Ну и все, пожалуй. Ничего серьезного. Поэтому, друзья, подводим итоги. Итак, на мой взгляд, сегодня наиболее интересна покупка евро-доллара. Вчерашнее движение было, мне кажется, во многих инструментах связано с испугом в отношении биткоина, который провалился на 25%. А вот затем ровно так же быстро вернулся. И вот эти часы, пока это был весь раскардаш, конечно, всех передергало, без сомнения. Поэтому большие торговые диапазоны вверх-вниз. Ну, скажем так, в стилизованном виде повторение графика биткоина. Ну, сейчас, мне кажется, паника прошла, потому что я из того, что я видел и слышал, мне очевидно, что это манипуляция. Просто кто-то решил заработать денег, двинуть рынки вниз. Или какая-то внутренняя продажа какого-то крупного была человека, который потом выкупили. Ну, в общем, гадать не будем, но рынок триханул. Для меня это еще один аргумент, что мы не торгуем биткоин при моем эфире. Не торгуем, друзья. Это очень нестабильный инструмент, велики потери. Вот на евро-долларе, где мы движемся полпроцента, ну, процент в день. Вот это вот нормально, технично, посмотрели, прикинули и вперед. И то, посмотрите, вчера на этой волне тоже был раскардаш и на еврике, но просто в другом совершенно масштабе. Обычно 0,5 сейчас ходим, но вот сходили 0,7 процента. А вот торговый диапазон 85 пипсов вчера был. И то я вам говорю, что это было вот это дергание. Оно было связано, без сомнения, я думаю, что с паническими настроениями, которые просто от непонимания. Люди начинали дергаться и на других инструментах. Ну, понятно, против тебя летит рынок 2 триллиона капитализации на 25 процентов. То есть это 500 миллиардов долларов вниз прогулялись у тебя на глазах. Естественно, руки заприсутся, голова заволнуется. Поэтому, еще раз говорю, мы рассматриваем биткоин как фундаментальный фактор, влияющий в том числе психологически на рынок. Но торговать я, например, сам давно уже не решаюсь, с 2018 года. И всем советую тоже на него больше смотреть, чем торговать. Вчерашний день, ну, ярко это показал, кто стоял на Форексе с плечами, до всех, кто вносил. Не может быть такого стопа на 25 процентов ниже цены покупки. Это совершенно очевидно. Спасибо, друзья. Всем удачи. Да, да, а что сегодня делать, еще раз говорю. Покупка евро, доллар, 30 пипсов наверх. Вот основная идея. И прежде всего, чтобы не допустить какого-то автошока. То есть, ну, какого-то нового. Сейчас, 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 сейчас настолько все напряжены. Сейчас малейший хлопок, и все кинутся что-нибудь делать. Так вот, здесь еврик отреагирует меньше всего. Самая тяжелая валюта в мире. При суточном обороте валютного рынка 6-7 триллионов долларов. Но вот, больше половины считается, что евро-доллар стабильно занимает. Поэтому толкнуть еврика, даже в состоянии любой паники, будет тяжелее всего. Ну, это дает нам лишние минуты для принятия решений. Часто секунды решают ролью не то, что минуты. Спасибо, друзья. Всем удачи, хорошего настроения. Спасибо. Спасибо.